Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня мы с вами будем делать вот такой вот сайт, который может сделать любой из вас, даже самый-самый начинающий новичок, потому что такой сайт делается с помощью вот такого вот инструмента, который называется Spread Simple. Если коротко, то этот сайт делает следующее. Вы создаете Google таблицу, подключаете его сюда, вот к этому сайту, и он для вас делает вот такие вот красивые сайты, которые смотрятся хорошо и на мобильном, и на компьютере. Вот такие вот красивые шаблончики. Я вам сейчас все это пошагово покажу. Естественно, все это бесплатно. Есть платная подписка, но она дает всего пару-тройку, в принципе, ненужных нам плюшек. Остальное все мы можем использовать. Итак, как работает этот сайт? Вот я его использовал для раздачи гифт, карт, всяких призов, которые из моих предыдущих роликов вы видели, наверное. Вот берем на этом сайте. Как это работает? Ну, вот описание небольшое, картинка. И перейти к получению сайта, приза. Идет перенаправление на саму раздачу. Ну, естественно, ну, у меня тут через VPN сейчас включено, поэтому вполне возможно, что вот будет вот такое вот. Ну, вот вторая ссылка прошла. Нет, опять не прошла. То есть даже через VPN оно не работает. Ну, вообще-то работает. Значит, переходишь туда, вот если, допустим, выключить VPN и перейти вот по этой ссылке, просто скажешь, что в вашей стране вот недоступно вот это. Потому что сайт сделан под Америку и Канаду. Здесь есть выбор страны, не Канаду, а Австралию. Вот можно выбрать страну, допустим, кто-то из Соединенных Штатов, и он себе ищет то, что в его стране доступно. Убираешь, там есть поиск. В общем, вполне функциональный сайт. Ну, как уже сказал, для того, чтобы его сделать, нам нужно создать вот такой вот лист. Такую вот таблицу Google. Как это делать, мы сейчас с вами и рассмотрим. Не пугайтесь, ничего страшного тут нет. Вот сейчас увеличу. Будем с вами делать на Канаду, чтобы вам было виднее. Я вот так чуть-чуть сделаю увеличено, хотя и не увеличивается. Точнее, я его уменьшил. Вот смотрите, что нам надо. Нам надо взять тайтл, описание, страну, это то, что я себе делал на две страны. Вам, в принципе, не надо. Саму вот эту ссылку, афилиат ссылку, через которую мы будем получать свои вознаграждения. И картинку. Вот как все это делать. Сейчас у вас на глазах, я это все проделаю, и вы повторите вслед за мной. Один товар вот я просто закинул, чтобы вам было видно, какие позиции я брал. Значит, идем сюда. Выбираем. Ну, еще раз покажу, как это все делается. Идем на наш сайт. Переходим на офферы. Мои офферы. В левой колоночке выбираем Канаду. Если нас интересует Канада. Вот она, Канада. Дальше. Следующая настройка. Вот в категориях. Видите, здесь очень много сейчас дается. Но в категориях надо выбрать. Ну, я делаю так. Имейл просто. Имейл, zip, submit. То есть, люди неохотно делятся своими остальными данными. А там имейл дадут, заполнят. То есть, тут больше шансов, что они подпишутся. И вот этот вот первый продуктик я уже закинул. Здесь, в этих товарах, опять же, смотрим, чтобы не было мобильник, которое надо делать через мобильник. Потому что там тоже, опять же, фиксируется номер телефона. Вот берем только десктоп. Вот который с десктопом. Вот этот я взял. Это карточки для Роблокса. Популярная игра, кстати, очень везде. И в Канаде, и в Америке. Эти карточки идут на ура. И вот второй продукт. Вот этот. Теперь, что мы делаем? Мы делаем очень простую вещь. Берем название. Скопировали. Перешли вот в наш лист. Ставили туда, где title. Где название. Это вот ниже идет у нас описание. Скопировали. Ставили. Следующее, что нам надо. Ну, страну, это вот в моем листе я заполнял. Вот здесь США, а там Австралия. Здесь эту графу пропускаем. Потому что у нас на одну страну ролик будет из нескольких частей. Я вам все постепенно покажу, для чего мы это все делаем. Страну, значит, пропускаем. Следующее. Нужна наша ссылочка. Вот это. Я там смотрел. Ну, эти, которые звери, они меняют. Вот то, что стоит сначала. Вот это. Они здесь есть выпадающий список. Они меняют на какой-нибудь другой. Не знаю, для чего они делают. Но это все-таки подсмотрел. Значит, вот получаем нашу ссылку. Скопировали. Переходим. Вставляем сюда. Естественно, она не перейдется. Но я это делаю для того, чтобы сократить эту ссылку. Чтобы и потом отслеживать движение по ссылке. И вот здесь, чтобы не было длинной такой уродливой ссылочки. Чтобы все это помещалось у меня. И теперь картинка, что чуть более, так сказать, муторно, сложно. Вот смотрите. На этом сайте, конкретно на этом сайте, очень плохие картинки. Вот если открыть картинку в новой вкладке, она, видите, какая-то, ну, уродливая. Что я делаю? Я беру просто вот название, get, вот то, что было в тайтле. И в картинках оно почти всегда на 100% есть. Если нет, ну, можно сделать самому эту картинку. И вот старайтесь выбирать что-нибудь квадратное. Вот я выбрал это, вот эту картинку. Можно выбрать эту. Я ее выбрал и сохранил на компьютере. Вот эту картинку. После того, как сохраняете на компьютере, вам надо на хостинг картинок загрузить. Я пользуюсь услугами PostImage. Ссылка будет в первом комментарии. Я все-таки решил не в описаниях, а в комментариях выкладывать ссылки на те ресурсы, которые использую. Можете в первом прикрепленном комментарии найти все ссылочки. Вот я использую вот такую вот службу. Бесплатный хостинг. Опять же, бесплатный. Все это бесплатно. Хостинг картинок. И вот загружаю сюда. Выберите изображение. Эту картинку я уже загрузил. Берете вот эту вторую. Прямая ссылка. Вот не ссылка, а прямая ссылка. Они обычно коротенькие, так что их укорачивать не надо. И вставили сюда. Все. Наш лист, наша таблица готова. Мы уже готовы создавать сайт. Теперь смотрите, в чем тут прелесть. Вот через, допустим, некоторое время вы зашли сюда, увидели, что есть какое-то, добавилось что-то еще подходящее. Вы можете скопировать вот это, ставить сюда вот в эту таблицу, дополнить, то есть ее. И потом на вашем сайте это новое предложение появится. То есть вам не надо туда ни картинки загружать, ничего дополнительно сделать. Просто вот здесь вот заполнить строчку, и у вас там будет уже не два продукта, а три продукта. Понятно, да? Вот это создание таблицы. Теперь переходим к следующей части. Это создание самого сайта. Кликнули плюсик. И первым делом, вот здесь вам надо ставить ссылку на эту таблицу. Что мы делаем? Мы переходим в настройки доступа. Настройки доступа. Доступ все, у кого есть ссылка. То есть все, копировать ссылку и готово. Значит, три шага. Еще раз. Настройки доступа. Здесь она будет у вас закрыта. Вы дадите все, у кого есть доступ, и скопируете. Если вам еще понадобится эта ссылочка для чего-то, вы можете зайти, таким же макаром ее взять. Значит, кликайте сюда, ставить. Делаете продолжить. Кликаем продолжить. Значит, коннектиться с вашей таблицей. Ну, вот сразу подставляется, видите, оба товара уже здесь. То есть сразу с таблицы вытянуло оба этих товара. Следующее. Что вам надо? Вот здесь название сайта. Видите, здесь какие-то непонятные цифры. Цифры там, набор всяких этих. Меняем домен. Это называется домен. Вот эти передние убираем. Здесь, ну, допустим, напишем гифт. Канада, да? Интересно. Оно может быть занято, это название. Кликаем сохранить. Занято, видите? Ну, в принципе, тут большого значения не имеет. Просто называйте как-нибудь вот. Гифт Канада. Гифт Фок Канада, да? Понятно, да? И открываем этот сайт. Вот он сейчас выглядит вот таким образом. Есть название, есть описание, но нету этой кнопочки. Сейчас мы все это будем делать. Переходим сюда. Это закрываем. И теперь, смотрите, title. Здесь идет сразу, что мы сюда, вот сюда, вот в правой части нам показано, что мы забираем из нашего листа. Title забираем. Subtitle нету у нас. То есть, под заголовок. Мы добавляем вот description. Описание. Здесь оно хоть и у нас одинаковое, но добавляем, чтобы оно было, видите, жирнее. Дальше. Цена. У нас это бесплатно. Следующее. Text. Description. Это вон тот маленький текст. Вот этот. Его убираем. Он нам не нужен. Это именно в данном случае на этом товаре. На других товарах вы тут можете добавлять все, что хотите. Image. То есть, картинки у нас подтянули. Смотрите, здесь есть спецификации. Если у вас заранее что-то уже есть в таблице, вы можете просто проставить чекбокс. Допустим, это какой-то товар с размерами. И оно сюда добавится. Следующее. Здесь вот две кнопки. Поскольку этот сайт предназначен, то есть, через него можно сделать и магазин, именно продавать товары, то вот первая кнопка для этого. Мы ее отключаем. Она нам не нужна. Мы включаем вторичную кнопку. Вот кликаем на нее и включаем. Включаем эту кнопку. В нее вписываем. Ну вот я тут уже сразу написал, что подсоединяйтесь к розыгрышу. Вставить, да, вот такое. И стиль меняем на primary style. Видите, здесь secondary style. Вот здесь чекбокс проставляем. Вот primary style. Link вот здесь должно быть. И здесь выбираем наши линки. И вот у нас появилась эта кнопка. То есть, под этой кнопкой у нас вот эта ссылка на розыгрыш. Теперь, кнопка серая, некрасивая. Нам надо ее сделать красивой. Вот здесь вот можно выбрать красивый, хороший цвет. Вот, допустим, вот красный какой-то вот такой, да. Вот так вот взяли ползунок, передвинули, посмотрели. Ну, красный, он мне нравится как-то. Для таких сайтиков это нормально. Перекинули. Вот видите, здесь оно красное. Можно сделать это все с большой буквы, чтобы теперь при клике на вот эту кнопочку человека будет перекидывать на розыгрыш нашего продукта. На нашу ссылку. И вот, пожалуйста, и сохраняем. Все это заняло, ну, минут 10. Следующее. Ну, вот здесь. Вот нам надо поменять. Название и все такое. Переходим на дизайн. Вот здесь тема. Можно выбрать черную тему. Вот темная тема. Можно выбрать белую. Ну, белая как-то более радостная, да, так смотрится. Так что лучше оставить вот белая. Следующее. Homepage intro. То есть, это у нас вот здесь. Кликаем на развертывающую вкладку. Ну, вот это можно поменять название. То, что как вы хотите. Вот здесь вот видно. Я оставил, потому что здесь, ну, притворите свои идеи в жизнь. А этот вот под заголовок, вот этот белый убрал. И оно стало более компактным, да, видите. Стало более компактным. Дальше. Ну, здесь можно загрузить лого, которое видно вот здесь появляется. Я этого не делаю. Здесь, смотрите, здесь можно, может, вы выберете тему, на которой вот будет стоять вот здесь и будет очень широкая картинка. Оно некрасиво смотрится. Выберите вот такую, чтобы оно было узко, красиво и сразу бросалось в глаза то, что вы предлагаете. Вот такой вариант выберите. И поменять вот эту картинку. Вы можете, это Герубанер, да, называется. Вы можете оставить, можете нарисовать себе в конве. Можете просто с этого, опять же, из картинок что-нибудь подходящее себе подобрать. Я бы в картинках поискал там с гиф-картами. Делается это так. Так, значит, кликаем сюда и вот здесь. Оплот. Кликаем вот по этой большой кнопке и вот здесь у меня где-то вот эта картиночка была. Я ее сейчас, наверное, ну, а, вот она, вот она. Вот появилась эта картинка. То есть более подходящая к моменту, подходящая к этому сайту. И опять не забывайте, лучше для начала, после каждого действия, вот кликайте на сейв, чтобы у вас, то, что вам понравилось что-то, чтобы оно не пропало. Все, теперь паблиш, вот голубая кнопочка, паблиш и открыть в новом огне. Оно сейчас откроется. И вот так выглядит наш сайт. Все, пять минут делов. Это с рассказом, с показом и все такое. Теперь часть следующая. Следующая часть. Значит, в предыдущем ролике я вам показывал, где можно зарегистрироваться на этом вот сайте EasyHit4U. Это очень старый сайт. Всем советую сюда регистрироваться. Почему? У него большие возможности. Вот смотрите. Теперь. Мы вот тот сайт, вот этот сайт наш, добавляем сюда на раскрутку. Это как один из вариантов. Почему мы сделали на одну страну, вы сейчас увидите. И еще. Работая на таких сайтах, Если у вас что-то не получается, какое-то, что-то, ну, не то, всегда проверьте, у вас блокировщик рекламы включен или нет. Именно этот сайт, когда добавляешь сюда свои сайты на раскрутку, он не добавляется из-за того, что есть блокировщик включен. Так что, сначала пробуем на всяких разных сайтах. Смотрим, если блокировщик мешает, значит, его отключаем. Кстати, давайте проверю, что у меня тут с текстовыми. О, уже есть. Принято. Потому что текстовые сообщения проходят ручную проверку. Итак, это ваш кабинет. Когда вы заходите к себе в аккаунт, вот у вас домашняя страница, она выглядит вот так. Home. Сейчас пусть грузится. Вот она выглядит вот таким вот образом. для того, чтобы добавить свой сайт сюда на раскрутку. Мы идем на вкладку веб-сайты. Естественно, у вас должны быть кредиты. То есть, вы до этого тут посерфили. У вас должны быть кредиты. Надо это делать. Теперь. Или купить. Их продают тоже. Ну, поскольку мы делаем все бесплатно, значит, бесплатно. И вот через эту, значит, вкладочку. Add new site. Переходим на добавление своего сайта. Теперь внимательно. Где, что выбирать. Значит, копируем ссылку на свой сайт. Вот сюда ставим линк. Ссылку. Здесь тайтл. Тайтл делайте такой, чтобы вы поняли это о каком сайте идет. Я, например, напишу тут gift Канада. Да? Это только для вас. Это вот. Вот это вот в тайтле. Видите только вы. Дальше. Сайт на английском. Перед тем, как вот здесь вот добавить кредиты, мы разворачиваем вот это вот выпадающее меню. И вот здесь вот делаем настройки. Вот здесь. Поскольку у нас сайт для Канады, то есть gift карточки для Канады, здесь из выпадающего меню выбираем Северная Америка. Нам не надо, чтобы на все страны показывала этот сайт. Зря кредиты там наши вот эти съедала. Нам надо, чтобы было те люди, смотрели те люди, которые нам нужны. Северная Америка. Дальше. Следующее. В Северной Америке много стран. Находим нашу Канаду. Вот она. Выбираем Канаду. Просмотр от 10 до 20 секунд. Это оставляем. Это надо оставить. И смотрите, здесь уже нам дается, что вот в такой настройке на эту страну за один визит нам надо ассигновать два кредита. Поэтому вы уже смотрите на свой баланс, сколько кредитов у вас есть. И исходя из этого, здесь добавляете количество кредитов. Ну, у меня кредитов много, я добавлю тут 200, допустим, кредитов, чтобы было 100 показов, 100 визитов. И вот поняли, да, последним делом добавляем кредиты. Ну, сколько у нас есть. Тут смотрите еще что. Есть такие некоторые сайты, что можно убрать, чтобы в субботу-воскресенье не показывался этот сайт. Ну, это редко я так не делаю, потому что в субботу-воскресенье наоборот сидят те, кому именно надо что-то посмотреть, что-то увидеть. Не убирайте эти чекбоксы. и все. Сделали вот эту настройку. За один присест можно другой сайт, третий, пятый, десятый, хоть десять сайтов можно здесь добавлять. Вот кликайте сюда и добавляйте еще один. Сделали эту настройку, кликаем по вот этой зеленой кнопки. Сайты чекаются, проверяются сразу же. Вот если текстовое объявление проверяется вручную и долго, вплоть до суток, то сайты сразу чекаются. Вот мы видим. И здесь иногда бывает, если у вас сайт какой-то инвалидный, он может здесь и не появиться. Но у нас все нормально, у нас не инвалиды, и кликаем конфирн. Все, ваш сайт ушел на просмотр канадцам. Вот почему мы делаем объявление отдельно по странам. Для того, чтобы показывать это объявление людям из той страны, которая нам нужна. Мой сайт я сделал на несколько стран, потому что я буду там по-другому все делать, испытывать и так далее. Но вы делаете именно так, потому что у меня вот здесь видите Канада, США, United Kingdom, то есть я их опять же отсортировываю, чтобы по разным странам у меня было разное, чтобы я понимал откуда, что мне, какой трафик приходит, чтобы можно было отрегулировать свою работу. Ну и как тут серфить, вот здесь два к одному есть, я обычно выбираю это, оно чуть дольше длится, но чтобы набить кредит, это лучше один к двум, потому что никто не сидит, не смотрит, вы можете сидеть, смотреть, если вы особенно новичок, посмотреть, что здесь предлагают, как здесь предлагают, и вот так вот посерфили, посмотрели, ну тут сколько, секунд двадцать наверное, даже меньше, вот это зеленое видите наверху, оно проходит, заканчивается, и вам появляются вот здесь картинки, надо кликнуть на одну из двух одинаковых, кликаете, и вот здесь пока она до конца не дойдет, даже не появляются эти картинки, вы можете не следить именно вот за этой зеленой шкалой, вот появились, значит можно кликнуть, а между тем вот посмотреть, что это, изи-бот допустим, он что-то новое для меня, по крайней мере, ну здесь телефон надо давать, так что это не для меня, мало кто, вот видите, вот тут надо дать номер телефона, лучше не делать, ну не знаю, я не даю, и вот так закончилось, кликнули, но в любом случае, там смотришь, что за предложение есть, обычно это хорошо, и теперь смотрите, я сейчас включу блокировщик, у меня перегрузится сайт, смотрите, он, вот здесь был баннер, этот баннер ушел, здесь вот то, что было, тоже ушло, но вот это текстовое сообщение, оно остается, вот вроде текстовое сообщение, оно, ну, мало кто на него обращает внимание, а оно здесь всегда есть, так что текстовая реклама, если ее хорошенько подумать, что там написать, она будет видна в любом случае, даже если включен блокировщик рекламы, и вот закончилось, кликаем сюда, видите, вот это остается, а тут был сверху баннер, он заблокировался, сейчас появится, вот видите этот баннер, так что текстовая реклама, она имеет свои преимущества, вроде маленькая, но удаленькая, так сказать, вот в принципе и все на сегодня, как видите, сайт сделался легко, добавилось на просмотр, тоже легко, сейчас посмотрим, может у меня даже есть уже клики, просмотры, хотя из этих стран, из этих стран, они не так быстро получаются, нет, вот видите, как 200 было, так и осталось, ну, в любом случае, вот так вот это все работает, на этом все, всем удачи, всем пока, с вами был Феликс, удачи, Продолжение следует...